Здравствуйте, уважаемые студенты, с вами на связи в основном кафедротерапии номер один, доктор Голова Нагурия Слубекана. Сегодня мы с вами будем обсуждать синдромы, касающиеся заболевания щитовидной железы, синдром гипотириоза и гипотириоза. Перед тем, как коснуться этих синдромов, мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили анатомию щитовидной железы. Щитовидная железа, которая состоит из двух торий, она соединена между собой узким перешейком, называется «исмус». Этот перешейк расположен на уровне второго-третьего картотархеи, и мы это должны знать для того, чтобы потом пропадобно найти эту щитовидную железу. Далее определяется иногда дополнительная пирамидальная доля щитовидной железы. В среднем, щитовидная железа взрослого человека весит 12-25 грамм и 2-3 грамма у новоротненного. Размеры каждой доли щитовидной железы составляют 2,5-4 сантиметра в длину и 1,5-2 сантиметра в ширину. В толщине где-то 1-1,5 сантиметра. Объем у женщин щитовидной железы должен быть до 18 миллилитров, а у мужчин до 25 миллилитров. Щитовидная железа состоит из так называемых фолликулов, то есть имеет фолликулярное строение. В этих фолликулах вырабатываются гормоны щитовидной железы, особенно это будет касаться Т3 и Т4, Т3, тиранина и тироксина. Эти гормоны, избыток этих гормонов, они находятся в коллоиде, и при определенных ситуациях, когда нужна вот из коллоида, эти гормоны начинают поступать в кровь. Вырабатываемые в коллоиде щитовидной железы, ой, извините, фолликулащитовидной железы гормоны, они выходят в кровь, всасываются в кровь, вот кровяные капиллеры, вы видите, и дальше идут, доставляются до каждого органа и ткани. А вот в щитовидной железе существуют, это называемые щитовидные клетки, эти щитовидные клетки вырабатывают кальцитонин, но сегодняшнее векство будет касаться только Т3 и Т4, нарушение работы Т3 и Т4. Щитовидная железа соединена от ограниченной соединительной тканой кауцулы, вот посмотрите, пожалуйста, тут представлены химические структуры, структуры триотиранина и тероксина, и посмотрите, что триотиранина состоит из трех атомов иода, а тероксин состоит из четырех, да, Т4, потом он называется Т3 и Т4. Для выработки гормонов очень важную роль играет белок аминокислота тирозин и соединение аминокислотой, если она соединена двумя йодами, то это будет называться ди-йод-тирозин, моно-йод-тирозин, если один, и вот соединение ди-йод-тирозина, два ди-йод-тирозина с помощью тиреоидной пероксидазы переходит в Т3-йод, то есть называемый, так называемый, тероксин. Т4-тироксин образуется только в щитовидной железе, посмотрите, содержание в щитовидной железе в норме, в основном вырабатывается тероксин и 20% Т3. Т3-тироксин образуется в щитовидной железе за сутки примерно 80-90 микрограмм. А вот Т3-тироксин, 3-йод-тироксин образуется в 20% в щитовидной железе, а остаток 80% образуется в периферических тканях из Т4 путем ди-йодирования. Т3-Т4 присутствует в крови, связанной белком состоянии и в форме, в свободной форме, или так называемой активной форме. В свободной форме она и является активной формой. В клетках мишени гормоны щитовидной железы связываются со специфическими рецепторами и средство этих рецепторов к Т3 выше, чем к тироксинам. Тириольные гормоны, попадая в клетку, они проходят ди-йодирование и из Т4 образуется Т3 активный, который соединяется с рецептором, влияет на энкополимеразу и приводит к транскрипции гена и изменению функции этих клеток. Изменения функций происходят путем повышения основного обмена, то есть в первую очередь тириольные гормоны влияют на основной обмен. Повышение тириольных гормонов означает повышение основного обмена, снижение тириольных выработок тириольных гормонов означает снижение основного обмена. Так как основной обмен у нас присутствует во всех органах и тканях, то здесь это будет взаимодействие со всеми органами и тканями. И, конечно, путем повышения внутриклеточной концентрации ферментно-дыхательной цепи. К основным функциям антибиотных гормонов относятся, конечно, развитие функционирования нервной системы, кроме того, что влияет на основной обмен. Развитие функционирования всех систем у плода по тому детском возрасте и во внутридородном периоде инфестата антибиотных гормонов приводит не только к физическому формированию, но и к умственной отсталости. Также формирование скелета костного ремоделирования и также участвует в формировании, в развитии и функционировании миокарта и всех других органов. Каким образом регулируется продукция гормонов щитовидной железы? Естественно, все будет зависеть сначала. Регуляция идет нервная регуляция, кора головного мозга, на втором месте будет гипоталамус, затем будет это гипофиз. В гипофизе, в передней доле гипофиза, вырабатываются тиреотропные гормоны, а вот в гипоталамусе вырабатываются тиреолиберина и тиреостатина. Так называемая регуляция происходит по так называемой схеме обратной связи. Вот эта отрицательная обратная связь, это означает тиреолиберин, продуцируемый гипоталамусом, приводит к активации и выбросу тиреотропного гормона. Выработанный тиреотропный гормон начинает стимулировать щитовидную железу в выработке Т3 и Т4. И вот Т4, уже выработанный Т4, по механизму обратной связи уже тормозит. Говорит, я уже выработал, все, пожалуйста, тормозите. Он обладает отрицательной связью на тиреолиберины и на тиреотропный гормон. Таким образом, как у нас регулируется, повышение тиреотропного гормона приводит к выработке Т4 и Т3. Тиреотропный гормон, снижение в периферии у нас выработки Т3 и Т4, особенно Т4 обладает на хронисном обратной связи, приводит к повышению продукции ДТГ. ДТГ начинает стимулировать. Как только ДТГ простимулировал и выработались гормоны щитовидной железы, выработанные гормоны щитовидной железы, наоборот, подавляют ТТГ. Таким образом, происходит механизм саморегуляции по механизму обратной связи. Различает два вида нарушений функции щитовидной железы. Это заболевание, сопровождающееся гипотириозом, это понижение функции щитовидной железы, и заболевание, сопровождающееся гипотириозом или повышением функции щитовидной железы. Ну, давайте начнем нашу лекцию с гипотириоза. Гипотириоз – это состояние, которое обусловлено длительным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы. Крайняя степень проявления клинической симптоматики гипотириоза у взрослых – это миксидема. У детей это будет проявляться кретинизмом. Также различают врожденный гипотириоз, приобретенный гипотириоз. Ну, это бывают врожденные и приобретенные. Кроме того, основную роль играет разделение его на первичный и вторичный. Но иногда мы отмечаем критичный и тканеводный. Первичный гипотириоз возникает непосредственно при повреждении щитовидной железы. То есть причина находится в самой щитовидной железе. Все, что касается щитовидной железы, это будет называться первичным. Что же может явиться причиной первичного гипотириоза? Это все любые повреждения щитовидной железы. Это врожденные аномалии, воспалительные повреждения, длительные, например, инфекционные тиреидиты, хронический тиреидит, длительные аутоиммунные тиреидиты. После хирургического лечения, например, удалили часть щитовидной железы, естественно, уменьшилось количество функционирующей ткани. После лучевого лечения, например, введение радиоактивного йода, после лечения радиоактивным йодом. И другая причина, это может быть и недостаток йода в окружающей среде. Вторичный гипотириоз возникает при поражении гипоталамо-гипофизарной системы. Это могут быть поражения гипоталамо-гипофизарной системы вследствие инфекционных, опухолевых или травматических процессов. В следствии поражения этой зоны возникает снижение выработки тиреолиберина и снижение выработки тиреотропного гормона. Тритичный гипотириоз, это возникает патология гипоталамо-гипофизарной гипоталамо-гипофизарной системы. Это тоже часто тритичный гипотириоз и вторичный гипотириоз, они объединены в одну группу, как вторичная группа. И очень редко есть такая форма, как тканевой или периферический гипотириоз. Тип гипотириоза, когда развивается резистентность тканей к тиреоидным гормонам. По классификации, так называемой степени тяжести, первичный гипотириоз, то есть первичный гипотириоз, само поражение щитовидной железы, подразделяется она латентный, манифестный и осложнённый или тяжёлого течения. Латентный, так называемый, субклинический. Когда вы не видите клинику, латентный, субклинический, когда есть очень низкая клиника, малая клиника, иногда может быть, и повышенный уровень тиреотропного гормона, но уровень Т4 будет нормальным. Манифестный, когда происходит гиперсекреция тиреотропного гормона при сниженном уровне Т4, то есть проявляется уменьшение как Т4 и Т3, но и как механизм, по механизму обратной связи происходит гиперсекреция тиреотропного гормона. И тяжелое течение для осложнённых гипотиреоз, имеются тяжелые осложнения в виде кретинизма, сердечной недостаточности, выпад сирозной полости, вторичная аденома гипофиза. Как правило, это не вовремя распознанные и запущенные случаи, которые без своевременно назначенной терапии и правильно подобранной заместительной терапии могут привести к развитию так называемой гипотиреоидной или мексидоматозной корма. Одной из причин снижения выработки гормонов щитовидной железы, конечно, являются медозависимые заболевания. И вот видите, что это наиболее распространённые неинфекционные заболевания человека. И это недостаточность йода, самая распространённая причина умственной отсталости, которую можно предупредить. Хорошая новость, что её можно предупредить. Ну и Кыргызстан тоже входит в эндомическую зону. Почему? Потому что в плодородной почве растительный йод практически отсутствует. А значит, даже растительная животная пища содержит очень мало йода. потому что если в почве, если в воде у нас йода нет, то откуда взяться его в растениях, которые там прорастают, и в животных, которые проживают в таких условиях. Ограниченное потребление морской рыбы на репродуктах тоже, потому и у нас происходит дефицит повсеместный. И неналажена массовая йодная профилактика при помощи ядирования и соли. К чему же приводит хронический йодный дефицит? В зависимости от возраста и положения беременности грудное скармливание во время беременности это может привести к заболеванию щитовидной железы у женщин, патологии беременности и родов, нарушению физического развития детей, внутритрудного развития детей. В детском возрасте дефицит йода приводит к снижению обучаемости, нарушению интеллектуального физического развития и развитию энтериоидного зоба. Во взрослом периоде это ухудшение памяти, бесплодие, вялость, заболевания щитовидной железы, на которых мы поговорим, и в пожилом возрасте это может привести даже к многоузловому токсическому зобу. Вы спросите, каким образом приводит это к многоузловому токсическому зобу, мы об этом поговорим. Таким образом, по данным Минагринологического научного центра Российской Федерации, совместно с Академией образования в Соединенных Штатах, было выявлено, что это может привести к, йододефицитные заболевания могут привести к ретинизму, ну, менее 1%, но вот посмотрите, пожалуйста, что это уже в конечном итоге в взрослом периоде это может привести к 20% зобу и их снижение умственно-физической, у 95% снижение умственной и физической работоспособности. Вот и ответ на наш вопрос, то же йододефицит, естественно, течение йододефицитного зоба может колебаться в нормальное сначала, основный этап это норма, затем может развиться диффузная и антериодная зоба, и антериодная зоба это когда гормон щитовидной железы еще нормальный, в норме он продуцируется, но щитовидная железа компенсирует его увеличением, своим увеличением массы щитовидной железы. Постепенно могут появиться узлы, такие многоузловые и антериодные зоб, когда еще можно помочь человеку, очень хорошо можно регулировать вот эту стадию, которая может перейти дальше в образование горячих узлов и утериодный зоб многоузловой, и эти горячие узлы могут активироваться и привести к многоузловому токсическому зобу. Ну это уже, мы сказали, это один из ответов на тот вопрос, почему при йододефиците могут образовываться, так называемый гипотириоз, может перейти в так называемое гипотириодное состояние в виде многоузлового токсического зоба. Посмотрите, пожалуйста, что норма суточного потребления йода зависит, будет от возраста для детей дошкольного возраста, если в сутки им нужно 90 микрограмм в сутки, а дети в школьном возрасте 120, для взрослых 150. В период естественного беременности, период грудного вскормления увеличивается потребностью до 250 микрограмм сутки. Ну, по данным последних исследований, последних исследований видно, что человек ежедневно потребляет только одну треть дневной нормы, потому и развивается повсеместно такой йододефицит. Ну давайте поговорим теперь о гипотириозе. Наиболее частая фарма патологии эндокринной системы это гипотириоз, распространенность среди женщин 7-10%, среди мужчин 2-3%, то есть женщины чаще страдают гипотириозом. Может быть это еще обусловлено тем, что женщины чаще рожают, беременеют и во время родов, во время грудного вскармливания, у беременности увеличивается потребление еще суточного потребления, увеличивается потребность в йоде. И одна треть всех, в треть всех случаев гипотириоза носит гидрогенный характер, то есть вследствие неправильного лечения или может быть как осложнение лечения. При дефиците тириодных гормонов снижается потребление кислорода тканями, снижается основной обмен, снижается утилизация энергетических субстратов и происходит снижение продукции целого ряда энергозависимых клеточных ферментов. Во время гипотириоза в тканях накапливаются гидрофильные вещества, такие как гиалуроновая кислота, велькозаминогликаны, которые обладают таким притягивающим свойством для воды и развивается так называемый мексидематозный или эмоционозный отек. Клиническая картина очень разнообразная. Вначале они могут быть скудными жалобами, затем вплоть до мексидематозной комы. Посмотрите, пожалуйста, что симптомы гипотириоза начинаются от головы до пяток и это все может быть связано со всеми органами и системами. Пациенты могут жаловаться на усталость, на забывчивость, замедление мышления, апатию, раздражение, неспособность сосредоточиться, выпадают волосы, кожа становится пятнистой, вес повышается вследствие замедления обменных процессов, непереносимость холода, то есть у них очень быстро повышается чувствительность холода, чувствует любой сквозняк, повышается холестерин, также веки у них опуши, щитовидная железа при осмотре увеличена, она может быть увеличена, так называемый зуб, периодическое пересыхание горла, боль в горле, темпы волоса снижаются, частота сердечности сокращения урежается, могут развиться бесплодия, то есть гормоны щитовидной железы как центральный орган имеет еще влияние на периферические органы, это может привести к бесплодию, к нарушению менструального цикла, плюс еще обязательно запоры будут, уменьшается перестатика кишечника, мышечные судороги, слабость мышц, но давайте это постсистемно разберем. Таким образом, клинические проявления гипотериоза характеризуются, во-первых, обмен гипотеремическим синдромом, когда замедляется основной обмен с развитием ожирения, ранний атеросклероз, снижение температуры тела, непереносимость холода, зябкость постоянная. Мекситоматозный синдром это отечное, пледное, гипомимичное лицо, увеличивается язык с отпечатками зубов по краю, нарушается слух, носовое дыхание, голос охрипший, вследствие отеку толщины голосовых связок, отечные конечности, полисирозита. У взрослых наблюдаются отеки выпадений волос, заторможенность, посмотрите, заторможенность реакции, мышечная слабость, сухая кожа с восковидным оттенком и общее нарушение обмена веществ. Посмотрите, пожалуйста, вот она женщина до лечения с гипотириозом, как выглядит, вот отечное лицо, мекситоматозное отечное лицо, лицо такое так называемое в английской литературе называется безразличное лицо, или далфейс, глуповатое лицо называется в английской литературе, так и пишут далфейс. Посмотрите, и на фоне лечения, о, как все прям заострились черты лица, уже такая умненькое лицо, кожа не такая сухая, не бледная, кожа порозовела, ну вот на фоне лечения. Синдром поражения нервной системы. Нервная система характеризуется заторможенностью, сонливостью, замедляется мышление, про адефрении называется, снижается память, частота депрессивных расстройств повышается, снижение сухожильных рефлексов, могут быть коленейропатии, парастезии, боли в мышцах, могут быть экзодермальные нарушения, то есть со стороны кожи, волос, да, сухие кожные покровы, особенно на разглагательных поверхностях локтей, тусклые волосы, редкие, ломкие, медленно растущие, кожа шелушится, шелушится волосистая часть головы, ногти расслаиваются, тонкие, с поперечной микродольной исчерченностью. Синдром поражения сердечно-сосудистой системы, как мы уже говорили, это братикардия, карбиомегалия, могут в тяжелых случаях образовываться, накапливаться жидкость перикардии, так называемое, эксидематозное сердце, вплоть до хронической сирочной недостаточности. Дыхательная система, синдром ночного апноэсна, со стороны желудочно-кишечного тракта снижается аппетит, ну, может и повышаться, на фоне снижения аппетита может быть повышение еще веса, так как происходит замедление основного обмена, тошнота, запоры, запоры, как правило, до больного не может сходить, чем ни двух, трех, ни редко гипотомегалия, ни анемия. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, что какое разнообразие симптомов гипотириоза, недостаток одного, от них только гормонов щитовидной железы, может привести вот к такому разнообразию. Что же будет со стороны сердца? Происходит атеросклероз геронарных артерий, гипотония, выпадной перикардии. Это будет, если вы проверите кровь, это будет гиперхолестериномия, гипомоторика, эндокринные нарушения в виде гиперправоктиномии, галактореи, аминории, и будет склонность к анимизации относительно лимфоцитозу и тромбоцитопинии. Как вы будете диагностировать? Естественно, мы должны с вами диагностировать посредством гормонов, нахождение уровня гормонов, телетропного гормона и свободного тироксина, Т4. Перед вами здесь нормальное значение. Посмотрите, если у вас телетропный гормон в норме, это нарушение функции щитовидной железы нет. Если у пациента нет много денег, то можете проверить только телетропный гормон, если он будет в норме, то можете дальше не проверять, это функция нарушения щитовидной железы нет. Но если телетропный гормон повышен, но свободный Т4 в норме, это будет называться субклиническим гипотириозом. Если телетропный гормон повышен и свободный Т4 снижен по механизму обратной связи, то есть если Т4 снижен, то ТТГ будет повышен, то это будет манифестный первичный гипотириоз. Если ТТ и Т4 оба снижены, то это будет называться вторичный или центральный гипотириоз. Посмотрите, при первичном Т4 снижен и по механизму обратной связи ТТГ повышается. При вторичном у нас находится очаг, где у нас при вторичном третичном находится в верхней зоне, это гипофиз и гипоталамус, то тогда будет и гипоталамус снижен ТТГ и Т3-Т4 будет снижен. И ТТГ повышен, свободный Т4 повышен. Такая чаще всего комбинация встречается при нерегулярном приеме диодных препаратов по поводу первичного гипотириоза. Ну и, конечно, другие инструментальные методы исследования, о которых мы тоже поговорим, поглощение радиоактивного диода щитовидной железой. Мы тоже поговорим. Посмотрите, что поглощение диода щитовидной железой при нормальной функции щитовидной железы 6-18% через 2 часа, 8-24% через 4 часа и 14-40% через 24 часа. При снижении функции щитовидной железы поглощение радиоактивного йода будет снижено. Так, ну, лечение гипотереза в зависимости, на третьем курсе вы должны знать только принципы лечения. Ну и компенсированная форма не требует лечения, нужен периодический контроль и изменение диеты больного. А вот декомпенсированные, конечно же, при декомпенсации нужно использовать замечающие препараты для лечения гипотереза, содержащие карбоно-щитовидной железы. Так, давайте приступим к обсуждению гипотереза, то есть повышение функции щитовидной железы, это гиперфункция щитовидной железы, которая проявляется в увеличении содержания Т3 и Т4. Посмотрите, пожалуйста, причины. Очень много, на первом месте стоит диффузно-токсический золб или болезнь Базетова, или болезнь называется Крейса. Дальше могут быть узловой токсический золб или болезнь Пламера, искусственный гипотерез, может быть следствием бесконтрольного приема телеоидного гормона иногда, и подострый телеоидит и телеоидит и корвена. Вот посмотрите, пожалуйста, при каждом из них патогенез, развитие картины телеоидоксикоза разный. Вот причины телеоидитов при телеоидитах, посмотрите, телеоидиты это воспаление, да, это разрушение щитовидной железы, является избыточным поступлением телеоидных гормонов на фоне разрушения щитовидной железы. Как я приводила в начале своей лекции, показывала там щитовидная железа, фолликулярный клет, показывала, коллоид, вот из коллоида начинают выходить излишние телеоидные гормоны вследствие разрушения щитовидной железы, потому и возникает увеличенная его концентрация в периферических клетках, ну, в крови. А вот что касается патогенеза антифузно-токсического зова, то тут вырабатываются телеостимулирующие антитела, то есть антитела, которые связаны с эстетикорецепторами на мембранах тереоцитов, вызывают гиперплазию и повышение функции щитовидной железы. То есть вот эти антитела при дефузно-токсическом золбе начинают действовать как тереотропный гормон. Если тереотропный гормон стимулирует щитовидную железу на выработку Т3-Т4, во-первых, во-вторых, стимулирует рожь щитовидной железы, то вот эти антитела тоже начинают соединяться с этими рецепторами и тоже начинают стимулировать рост и стимулировать выработку Т3-Т4. И посмотрите, пожалуйста, в разнообразии клиники. Вот эти антитела также перекрестно могут взаимодействовать с антигенами ткани ретро-бульбарной клетчатки и глазодвигательных мышц, приводя к развитию офтальмопатии. Мы потом посмотрим. И в аутоиммунный процесс может привлекаться также подкожно-жировая клетчатка, реже, но может привлекаться подкожно-жировая клетчатка к результатам которой может явиться дерматопатия. Вот термин Т3-Токсикоз – это полиэтилологический синдром, вызванный стойким повышением уровня телеоидных гормонов в крови. А вот гипертиреоз подразумевает коротковременное повышение функции щитовидной железы и может быть физиологическим не является синонимом Т3-Токсикоза. Вот они, как правило, сочетаются, но иногда кратковременное повышение функции щитовидной железы, иногда физиологическое, мы не будем называть его Т3-Токсикозом. Клиническая чрезмерная выработка гормонов щитовидной железы может привести тоже к такому же богатому разнообразию, как при гипотириозе, но всё в обратную сторону. Если там всё уменьшалось и замедлялось, то здесь у нас всё убыстряется и увеличивается. А так как увеличивается обмен веществ, больные жалуются на потери веса независимо на повышенный аппетит, начинают терять вес, дрожание руки тела, учащенное сердцепиение, мышечная слабость, плаксивость. Посмотрите, пожалуйста, что мышечная слабость, она присутствовала и в гипотириозе, и в гипотириозе. В гипотириозе мышечная слабость это вследствие дефицита анаболизма, а вот здесь вследствие избытка катаболических процессов, то есть разрушения мышц. Ну давайте разберём. Катаболический синдром всегда сопровождает избыток гормонов щитовидной железы. Это снижение массы тела при сохранённом даже повышенном аппетите. Повышение теплоотдачи, повышение обмена веществ, теплоотдача повышается за счёт плотного отделения и может, что может привести к лёгкой поле гипсии. То есть человек хочет много пить жидкости. Субфибрильная температура после небольшой физнагрузки во время менструации даже в покое. Синдром поражения сердечно-сосудистой системы, ну так называемый телетоксическое сердце, ещё Краусом было предложено в 1899 году. Токсическое действие избытка тиреоидных гормонов приводит сначала к гиперфункции, затем к гипертрофии, затем к дистрофии, кардисклерозу и, конечно, в итоге сердечной недостаточности. Это самый часто поражаемый орган сердца при телетоксикозе. Синдром поражения сердечно-сосудистой системы ещё сопровождается повышением уровня сывороточного ритропоэтина, что приводит к увеличению биомоциркулирующей крови, ещё больше увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Для телетоксикоза характерны предсердные нарушения ритма, связанные с большей плотностью адреналин-рецепторов тканей. В предсердии мы уже говорили, что гормоны Т3-Т4 повышают чувствительность тканей к адхаламино, то есть адреналину, норадреналину. И так как в предсердиях наблюдается большая плотность адреналин-рецепторов, то при телетоксикозе наиболее часто встречаются предсердные нарушения ритма. В тяжёлых случаях развивается мерцательная аритмия. А желудочно-кишечный трах характеризуется повышением перистальтики, то есть при гипотирёзе это были у нас опоры, а здесь у нас ускоряется эвакуация пищи, стул становится частым. При тяжёлом телетоксикозе возможно развитие токсического гепатита и нарушение функции поджелудочной железы. Со стороны нервной системы отмечается эмоциональная неуравновешенность, бессонница, беспокойный сон, постоянное беспокойство, страх. Характерен тремор. Больные могут описывать состояние постоянной вибрации. Появляется синдром Шарко и Мари, дрожание вытянутых вперёд пальцев рук, гиперрефлексия, анизорефлексия, неустойчивость позе Ромберга. Телетоксические глазные симптомы характеризуются, связаны с нарушением тонуса глазоперительной мускулатуры и для больных с телетоксикозом характерен тревожный, так называемый испуганный взгляд, нарушение фиксации взгляда, своеобразный блеск глаз, умеленный экзофтальм. И вот какие же симптомы могут быть. Широкие глазные щели, симптом Данеринбе, блеск глаз, симптом Крауса, симптом Грифе, появление полоски между верхним веком и радужкой при взгляде вниз, радужкой при взгляде вниз, симптом Охера, появление полоски между верхним веком и радужкой при взгляде вверх, симптом Штейбоге, ректное мигание, симптом Боткина, непроизвольное закрытие глаз при фиксации взгляда, Меобиуса, нарушение конвергенции. Посмотрите, пожалуйста, потеря токсические глазные симптомы. Вот Деверинкля, брест глаз, симптом Храуса присутствует у данной пациентки. Эндодермальные нарушения, это дермальные нарушения в виде пигментных аномалий. Желтоватая буря, она обрядна на лице, вокруг глаз, беденника. Иногда может встречаться витилиго, унихолезис, оттерения ногтей от ногтевого ложа при террором телеотоксикозе и следствия катаболических процессов. Также повышение катаболизма приводит к развитию слабости атрофии мышц. Больные выглядят истощенными. Мышечная слабость проявляется при храпе, подъеме повестницы. Больные испытывают трудности при выполнении обычных бытовых действий. Со стороны костной ткани повышение приводит к отрицательному минеральному балансу, то есть усиливается резонция костей, развивается диффузный остеопороз. Возможно, боли в костях, патологические переломы и формирование кифоза. Артропатия по типу гипертрофической осью артропатии с утолщением фалом пальца и переоставленными реакциями. И со стороны других эндокринных органов, то есть так как антериодные гормоны являются контринсуляторными гормонами, которые взаимодействуют обратно с инсулином, то нарушается толерантность к углеводам или происходит и компенсация сахарного диабета, если у больного таковая имеется. Терогенная надпочниковая недостаточность проявляется умеренно выраженной меланодермией и могут проявляться гипотонии. Со стороны яичников может развиться дисфункция вплоть до аминории, возможно развитие фиброзно-кистозной мастопатии. У мужчин подавление сперматогенеза снижается потенция и изредка может отмечаться гинекомастия, обусловленная ускоренным периферическим превращением андрогенов в эстрогены. И осложнением гипертиреза или териотоксикоза является так называемый териотоксический криз, который представляет серьезную угрозу для жизни больного и проявляется максимальной выраженностью симптомов териотоксикоза, развитием надпочниковой и тяжелой органной недостаточностью. Клинически нарастают все симптомы, о которых мы уже говорили, нарастает психическое возбуждение, развивается мышечная, выраженная мышечная слабость, тремор конечности, гипертермия, тахикардия достигает выше 120 в минуту, нередко может это сопровождаться аритмиями, то есть мерцательной аритмией, сердечной недостаточностью, характерная рвота, возможное развитие желтухи и прогрессирует неврологическая симптоматика, но в конечном итоге может привести к спутанности сознания вплоть до развития кома. Различают таким образом три степени териотоксикозы, легкая степень, средняя степень и тяжелая степень. При легкой степени частота сердечных сокращений не превышает 100 в минуту, а мерцательная аритмия отсутствует, но тут уже есть выраженное похудание и незначительное снижение работоспособности. При средней степени появляются уже различные виды аритмий, частота сердечных соков до 120 и похудание до 10 килограммов. Умеренно снижается работоспособность. И тяжелая степень характеризуется тяжелой и аритмиями, сердечной недостаточностью, симптоматикой, полиорганной симптоматикой и телеотоксическим кризом. Посмотрите, пожалуйста, терматопатии. Они встречаются реже, но могут встречаться при диффузно-токсическом зубе, при поражении кожи и подкожно-жировой клетчатки. Это аутоминное поражение. Так, диагностику проводят так же, как и гипотириоз, то есть определяется клиника, проводится ультразвук, также проводится компьютер, визуализирующий методы. ЭКГ обязательно нужна для того, чтобы посмотреть изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, гормоны. Ну, лечение, конечно же, в зависимости от причин, могут быть консервативное лечение, хирургическое лечение и лечение радиоактивным йодом. Вот, в общем, при этих двух состояний, гипер- и гипотириозах, мы обязательно, на каком основании ставим диагноз? В первую очередь, это, конечно, изучение анамнеза и клиники. Далее мы проводим пальпацию щитовидной железы, ультразвуковое исследование, гормональное исследование, сцинтиграфия, пункционная биопсия. Пальпаторная щитовидная железа, при том и том, при обоих случаях, может быть увеличение щитовидной железы. И никогда так называемый зоб, увеличенная щитовидная железа, не может говорить вам, функция ее увеличена или уменьшена. И потому для проверки функции вы должны делать обязательно, проверять обязательно уровень гормонов. Пальпаторная различает, посмотрите, две степени. В норме зоба нет, объем долей не превышает, объемы дистальной фаланги большого пальца, обследуемого. Вы вспомните, пожалуйста, пальпацию щитовидной железы с первого семестра. Далее, первая степень, зоб пальпируется, но не виден при нормальном положении шеи, отсутствует видимое увеличение щитовидной железы. И вторая степень, зоб четко виден при нормальном положении шеи. Наиболее доступным методом исследования является ультразвуковое исследование, где УЗИС вам даст объем щитовидной железы и в норме меньше 18 мл у женщин и меньше 25 мл у мужчин. Далее проводятся лабораторные исследования. Это ТТГ, уровни Т4 и Т3, антитела проверяются при наличии пероксидазии тироцитов, антитела ТПО, тиреоглобулину и крециттером ТТГ тироцитов. Субклинические нарушения функции щитовидной железы это изолированные изменения уровня ТТГ при нормальном уровне тиреоидных гормонов. Может встречаться субклинический гипотиреоз, когда ТТГ высокое, и субклинический тиреотоксикоз, когда ТТГ сниженное. Ну и посмотрите, пожалуйста, если вы измерили ТТГ, и оно оказалось сниженным, то нужно посмотреть уровни Т3, Т4. Если они повышены, хотя бы один из них или оба, это явный тиреотоксикоз. Это первичный явный тиреотоксикоз. Первичное снижение ТТГ, снижение Т3, Т4, и Т3, Т4, ой, снижен, говорю, если ТТГ снижен, то Т3, Т4 у нас повышены, то это говорит о явном первичном тиреотоксикозе. Если же ТТГ снижен, но Т3, Т4 норма, это субклинический тиреотоксикоз. При повышении ТТГ, если ТТГ повышено, измеряете Т4, если Т4 в норме, это будет субклинический гипотиреоз, если ТТГ повышено, но Т4 снижено, это будет явный гипотиреоз. Далее будет исследоваться, сцентография щитовидной железа проводится, но, к сожалению, у нас в Кыргызстане нету, сцентография щитовидной железа не проводится. Очень хороший метод для определения захвата технициям различными частями щитовидной железы. Посмотрите, пожалуйста, с помощью сцентографии можно узнать, определить холодные узлы, горячие узлы и многоузловой токсический зуб. Показаниями для сцентографии является диагностика вариантов тиреотоксикоза, это истинный или деструктивный функциональный характеристик, это холодные, горячие узлы, но не позволяет диагностировать гипотиреоз или тиреотоксикоз, но для этого нужны лабораторные анализы, малоинформативно для поиска узловых образований, а особо не позволяет охарактеризовать морфологию узловых образований. Для того, чтобы узнать морфологию, естественно, конечно, нужно провести тонкоигольную функционную биопсию узлового образования, и здесь обязательно к данной биопсии показано, когда узлы превышают в размере более 1 см, в диаметре, и также, если узловые образования меньшие по размеру, но с ахографическими признаками злокачественности тоже проводится эта биопсия, тонкоигольная биопсия. Эта биопсия подразумевает не гистологическое, а цитологическое исследование полученного материала. Таким образом, мы с вами закончили обсуждение данной лекции. Пожалуйста, если у вас будут вопросы, вы можете непосредственно обращаться ко мне. Спасибо за внимание. Желаю всем здоровья.